Как все знаем, все хорошие вещи в этой жизни людям даются на самом деле не совсем легко. Мудрецы выражаются таким образом, что три самых больших подарка, которые Творец хотел подарить еврейскому народу, и то эти все три большие подарки, они даются не легким образом, они даются через испытания, через противные наказания, через сложности. Что это за три вещи? Это Тора, будущий мир и страна Израиля. Изучать Тору и приобрести его, чтобы у человека было, по крайней мере, корона Торы, это нелегко, это большая работа, это тяжелая работа, но потом оно стоит того. Точно так же земля Израиля, как мы все знаем, настолько тяжело жить в Израиле, но сход, заслуга жить в Израиле, это чрезмерно большой. Но оно стоит испытаний, оно стоит как бы своих сложностей, которые носит с собой. Это великая вещь, что называется земля Израиля. То же самое будущий мир. Будущий мир, улама ба, не получает человек простым образом, нужно это зарабатывать, нужно испытания проходить в этой жизни. Если мы хотим такую большую заслугу, то, что Торец обещает нам и обещает всем цадыки, то эту вещь нужно зарабатывать. И все эти три вещи, говорят наши мудрецы, лонитру элабей сурин. Через наказание приходят эти великие вещи, эти великие вещи. Связано с этим, говорят наши мудрецы, причина этого всего заключается в том, что у Творца есть чрезмерно большой любовь к нам. И что в Мелех выражается то, что Беугава Шахару Мусару, тот, кого на самом деле Творец любит, он дает упреки. Он дает ему упреки, дает ему упреки, чтобы он пошел по правильным путям и так далее, все время дает, упрекает его. Эти упреки понятны для того, чтобы человек намного больше поднимался, чтобы он рос в этих упреках, конечно же. В начале нашей недельной главы Парашат Шмот, первый мудрец на нашей недельной главе, обсуждает о воспитании великих праведников. И начинает Митреш выражением то, что начинается в нашей неделе глава, вот это имена, дети Израиля, Абая Митсраим, которые спустились в Митсраиме, Эти Аков Ишу Бейтубау, Яков и весь его дом спустились в Египте. Сразу же Митрес задает вопрос, что это значит, что Эти Аков, экстра слово, экстра какое-то выражение Эти Аков и еще как бы Яков. Говорят, что Митрес это не просто так, объяснение этому всему, потому что все 70 людей, которые спустились в семья Якова, они все были праведниками. Они все были праведниками, они были наравне Якова Вину, так как Яков Вину являлся праведником, точно так же 70 душ, которые спустились в Якова Вину вместе, они все были праведниками. И мы уже упомянули в прошлой неделе, конец этого Митреса, как выражается Митрес, что 12 детей Якова, они все одинаково были праведниками, так как Яков Вину. Параллель к этому, наши мудрецы в этом Митресе, они говорят, то что, как мы знаем, от Авраама Вину вышел Ишмаэль, который ушел не по хорошим пути, от Ицхака вышел Исаф, который пошел не по правильным пути, но от Авраама вышел Аврагам, и от Ицхака вышел Яков, которые были праведниками, так как Авраама Вину, так как Ицхака Вину. Причина этого всего, говорят наши мудрецы, то, что выражается, они приводят по сути из Мишлей, Я перейду уже сразу на русском языке, как тут выражают, как в буквальном смысле, как оно перевести. «Шатящий розгу своему ненавидит сына своего, а кто любит его, тот с детства наказывает его». Король Соломон выражается, что человек, который любит, человек, который шатит, он не дает, на самом деле, упреки, он не механех, он не воспитывает, он не, как сказать, строгой кобы, своему сыну, в конце концов, он будет его ненависти, будет ненависть по отношению к нему. А тот, кто с детства, на самом деле, дает ему упреки, дает ему воспитание, обучает ему мусару, нравоучение и так далее, то, в конце концов, любит своего сына. Тут же выражается, объясняет наш мудрецы, что это значит. То, что, как на примере Авраама Вину, мы видим, то, что, когда Ишмайль пошел не по правильной пути, он начал Абудазару провести дома Авраама, и он говорил то, что, да, я только играюсь, на самом деле, здесь, ничего, ничего как бы такого. То, в конце концов, Сара Аймену говорит то, что Авраам, Ишмайль может делать очень плохое влияние на нашего сына. И нужно убрать Ишмайля со своей матерью, пусть они пойдут. То, что Авраама Вину приходит в дворец, разговаривает с ним, говорит Авраам, слушай все то, что Сара тебе говорит, все то, что Сара тебе говорит, слушай ее. Теперь, услышав это, услышав это, Сара Аймену, Авраамовину, делая то, что Творец ему говорит. И написано, что Авраама Вину встал утром рано, чтобы отправить Ишмайля с Агара вместе. И дает там очень мало вещей собой. И говорят наши мудрецы, разве что Авраама Вину не был богатым. И он таким, так рано именно встает, чтобы это делать. Говорят наши мудрецы, именно вот это есть выражение, то, что Шрам Амелих именно говорит. То, что в конце концов, когда он упадет не по правильной пути, у человека есть ненависть своим детям. Не дай бог никому. В конце концов, видим здесь, что Авраама Вину был именно вот этот. Именно был именно вот этот. То, что, как Шрам Амелих писал, было именно таким образом. Теперь мы не зайдем в этом вопросе, это большой вопрос, на самом деле. Среди многих мудрецов, что это значит, как это можно объяснить, что Авраама Вину в воспитании Ишмайля был таким образом и так далее. И по отношению Ицхаку мы видим полностью наоборот. И Ицхак по отношению Эсава был таким образом. Но идея, которую здесь Митраш дает, это четко ясно. По отношению, по другой стороне говорит Митраш, Ицхак, это по-другому. Ицхака Вину идет, он отдает, готова отдавать свою душу ради Творца. Значит, то, что его обучение, его нравоучение, то, что Авраама Вину ему именно давал, он принял себя и таким образом, как и написано, то, что вот это родословие Авраама, кто это? Родословие это Ицхак. Родословие это Ицхак. Значит, все проявления его, как бы, был именно в Ицхаке. И это потому, что он обучал ему, он давал ему мусар, он давал ему воспитание, он направил его в правильное направление. Аналогично мы видим Ицхак и, Рив, Ицхак и со своим детям Яков и Эсов. То, что Эсов, как мы знаем, он чрезмерно показывался самому отцу, то, что хороший вечер, как говорил к своему отцу, он выражался всегда таким образом, то, что как будто он такой большой цадок и так далее, задавал очень сильные, такие глубокие вопросы и так далее. И вышел он на чрезмерно плохое именно направление. Для этого говорят, что мудрецы, может быть, даже и по этой причине Яковин увидел необходимости его давать упреки, направить его в правильное направление, делать именно воспитание. С другой стороны, Яков, мы знаем, кто вышел на Яковин. То, что также продолжает Митраш и говорит про Давида. И идея, все то, что на самом деле берется здесь, говорит Митраш, то, что Яков, Авин, несмотря на все его сложности, которые были, проблема с Диной, проблема с Иосифом, проблема с Бениамином, проблема с Шимоном, Рахель, Лаван, Эсав, со всех сторон, мы видим столько, столько именно проблем, есть у Якова Авину. Несмотря на это, написано, у него есть полноценное воспитание. И всех наших родцов, мы видим, что есть полноценное именно воспитание у Якова Авину. Полноценное воспитание у Якова Авину. Для этого мы видим то, что все дети вышли в направлении, как уже сказали, прошлой неделе от имени Зора, сотворения мира, не было никто, тот, кто достоился иметь всех детей полноценным. Это был Яков Абийн первым. Это был Яков Абийн. И от этого момента, что мы должны взять, необходимо понять то, что в нашей жизни, подношение нашим детям, есть такой субья, тоже называется, есть такая тема, которая, в принципе, есть, многим, может быть, даже мы не обращаем на это внимание, есть дети, они растут и так далее. Воспитание. Воспитать. Воспитать детей. Хосех шифтой человек, который в детстве не дает говорить, говорит Шлома Мелих, в конце концов, будет нависить. Человек пойдет неправильным путем. Есть необходимость воспитать с детства. С детства наших детей. Говорит вот Вильна Гоин, именно на это место, то, что это значит, то, что воспитать именно детей, воспитать именно детей, когда, когда он еще маленький, когда есть вообще возможность, чтобы ты можешь вообще воспитать, тогда еще начинай. Когда еще начинай воспитать. Тогда именно, когда еще есть возможность. Есть такой мидраж, где говорится, что дети, они похожи на стрелы. Пока они в наших руках, еще можно что-то поменять. Направы, направы, с той линии, на самом деле, направление. Но когда стрела уже летит, ты уже не вернешь его, ты уже не можешь никак поменять его. Что-то нужно там поменять. Он уже пошел в определенное направление. На нас, как родителей, надлежит, конечно же, определенная ответственность на том, то, что, да, мы есть ответственны за этот великий именно задача, который называется воспитать именно наших детей. Конечно, сейчас начинается вопрос, что это значит воспитать, на что именно воспитать, и так далее, и так далее. Но, в первую очередь, в первую очередь, как вообще камень, всему этому, то, что понять, что, да, на нас надлежит именно вот эта вещь, эта великая вещь. Потому что, не дай Бог, в конце концов, говоришь на Мелех, не дай Бог, если пойдет не туда, пойдет не по правильным путям, это сон и бно, это человек, который будет, в конце концов, ненавидеть своего сына. А наоборот, в то время, когда у нас есть возможность, мы будем правильно дать Бог, с Божьей помощью, делать все то, что необходимо. С Божьей помощью, мы должны делать с нашей стороны, все остальное, можем только, как бы, молиться, и, дай Бог, как бы, чтобы, как бы, все вышло именно правильным образом. Но, понять то, что есть большинное необходимость ко всему этому. Есть, мы бы хотели весь сегодня с Божьей помощью чуть-чуть зайти, может быть, практические вопросы, практические вещи. Что, на самом деле, называется воспитание? Как Тора, как наши мудрецы, Танахи, как вообще выражается слово Хинух? Воспитать. Воспитать. Не знаю, насколько это, правильно может быть, выражение и сравнение, да, есть в зоопарках, на самом деле, в приводе, не дай Бог, я хочу сравнить сейчас воспитание детей к этому, но просто, чтобы оценить, на самом деле, что такое воспитание, может быть, необходимость, может быть, привести вот это, именно, следующая вещь, которая происходит именно в зоопарках, а именно дрессировка. Дрессировка животных. Воспитывать животных определенным образом, чтобы они делали определенные вещи. Лев, он может прыгать, дельфины, они могут прыгать, если что, тогда когда-то им еду, тогда они делают определенных вещей, им обучают, чтобы они вели себя именно определенным образом. Мы должны понять то, что воспитание детей в иудаизме, это абсолютно не связано с дрессировкой. Мы не дрессируем наших детей, мы не хотим воспитать наших детей, чтобы они трессировать, чтобы они вели себя определенным образом. Что это значит, то, что дрессировать кого-то? Это значит, то, что этот животный, на самом деле, опять же, чтобы не было никакого сравнения, но просто, чтобы понять, это лев, который сейчас ведет себя определенным образом и слушается, как бы, человеку. Это еще не факт, то, что зло, которое есть в него, или те желания и стремления, то, что они ушли от него. Это еще не факт. И тоже не факт. Он не воспитанный, как бы это зло есть в него. Понятно нам всем? Потому что тот момент, когда он будет голодным, он посмотрит на этого человека, и, скорее всего, он не увидит своего хозяина, он, скорее всего, увидит один большой кусок мяса, который, он представляет, что его завтрак сейчас. Да? Но понятно, что мы не можем от льва убрать, на самом деле, это зло, которое в него. Хинух, воспитание еврейское, это абсолютно недрисурок. Воспитание детей, это в иудаизме, на самом деле, это, можно сказать, чрезмерно высокий, чрезмерно святой именно вещь. Святая именно вещь. До того, как понимаем, что такое хинух, что такое воспитание, Давайте посмотрим, как выражается пасук. Как говорит нам Шлома Мелех, что это значит воспитать именно детей. Говорит нам Шлома Мелех в книге Мишлей, Ханух ланаар алпидарко, воспитай ребенка, молодого, алпидарко, по его путям, Камки аскин, лоя сурмимену. Говорит нам Шлома Мелех, тогда, когда, даже, когда, когда он вырастет, он не уйдет из этих путей, от этих путей. Еще раз, воспитай молодого, маленького. Говорит тут Виннагой, что это значит Ханух ланаар, тогда, когда он еще молодой. Значит, воспитание наше, сначала мы уже понимаем, происходит в времени, тогда, когда еще ребенок, он ребенком, и он, Так как мы уже сказали в примере с стрелой, он еще в наших руках. Мы можем что-то сделать. Это так, как взять дерево, которое мы хотим, посадить его. Мы посадили, все, что мы хотим посадить его. Мы берем семья, ставим в землю. Мы хотим, для этого необходима теплота. Для этого необходимо наливать постоянно воду. И он растет, 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 растет. Пока он не делает сильные корни, и он не стал большой именно стебелью, он не стал большим, Мы можем еще куда-то его направить, направить в ту или иную сторону. Если мы понимаем, что дерево растет криво, мы можем поставить маленькую балку, чтобы он рос прямо. Если мы понимаем, что что-то не так, мы можем еще вначале что-то поменять. А когда дерево уже выросло криво, там ты уже ничего не можешь сделать. Воспитание идет в тех начальных фазах, когда еще ребенок становится большим. И ребенок становится большим. Это как наши мудрецы объясняют это все. Теперь, как мы должны воспитать, и это хинух, и это именно тот воспитание, которое говорит нам Шрама Мелех, когда он молодой, воспитай его по его путям. И когда ты будешь делать таким образом, по его путям ты будешь воспитать, то тогда, когда даже он станет большим, он не уйдет из своих путей. Значит, другими словами, в молодости, когда дети маленькие, мы не хотим их воспитать, чтобы они были хорошими детьми. Мы не хотим, чтобы они были хорошими подростками. Мы хотим, чтобы они были полноценными людьми. Мы хотим их воспитать таким образом, чтобы в будущем, в дальнейшем, когда даже когда они будут стариками, это воспитание будет им, скажем так, полноценность, и человек, который крепкий, и он будет в дальнейшем таким хорошим, воспитанным, даже когда он будет дальше. Исключить что? Что если мы будем постоянно, скажем так, дрессировать, опять так и приведем это слово, то тогда когда он уйдет из наших рук, он будет делать все то, что в его душе. Все то, что в его душе. Значит, дрессирога, если мы будем дрессовать, 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 делать так, 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 делать таким образом, только это, приказы, приказы, то в какой-то момент все то, что в него, в какой-то момент, когда он будет свободным, это все вещи видят, видят от него. И как мы видим очень часто, когда у них сложный переходной возраст, очень часто мы находим такую вещь, что ребенок просто все вещи, которые у него были это все вышло это не то, что у него не было, это все время было просто это хранился где-то в темном месте и в какой-то момент мы все время это толкали и толкали и потом это вышло не, 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 мой дорогой не, а ты, дорогой, воспитывай каким образом по его путям по его путям если ты будешь воспитывать даже когда, когда будешь старостей это воспитание будет на правильном месте конечно, мы сейчас должны понять что это значит тогда отрицание, не трассировки а воспитание по его путям, что это значит чтобы понять, как Тора на самом деле хочет, чтобы мы правильным образом смотрели на все это дело, на все это воспитание вообще детей значит, мудрецы говорят то, что точно так же, как лица каждого человека на этом планете из этих миллиардов людей которые есть на этом планете они не похожи на друг друга точно так же разумы у каждого человека разные один из великих вещей, которые можем заметить в творении Творца в этом мире что нету двух человек, у которых одинаковый Денка не только Денка физически лицо у них не одинаковое и разум на самом деле у каждого друга и не только этот добавляет к этому великий Гаон объясняя на этом месте что каждый человек при рождении он рождается под определенным созвездием рождается под определенным силой мозаля говорят еще мудрецы этот мозаль невозможно поменять можно через высокие хорошие действия которые есть у человека есть, как бы говорят наши мудрецы то, что есть три вещи которые под мозалями это дети парноса и жизнь и человек даже если родился они под плохую вещь можно человек на самом деле поменять но есть определенный мозаль который этот мозаль дает человеку силу и его духовный именно потенциал в этом мире как допустим мудрецы говорят человек, который родился под силой Марса Мадим он будет проливать кровь от этого говорит великий Гаон мы не можем убежать это вещь, которая в реальности стоит и приходит тут нам Шлам Амедахи и говорит мой дорогой воспитай ребенка по его пути нету общего правила для воспитания детей вот эту формулу возьми и это работает на всех твоих детей нету но формула в том то, что мы должны посмотреть в каждом из ребенка что есть у него по его путям что заключено в него мы не каббалисты и не пророки чтобы посмотреть под каким мозалем он родился и так далее но вы ребенка мы должны посмотреть куда его силы тянутся и эти силы чтобы направить правильное направление говорит великий Гаон человек, который родился под таким созвездием то что он должен проливать кровь но что это значит проливать кровь он может стать мойлем он может делать обрезание тоже проливать кровь он может стать резником это может быть его работа или не дай бог он может убивать не дай бог людей проливать кровь он будет как направ правильное направление Есть стремление к этому? Иди направь в правильное направление. Это тоже самое, что мы находим, дорогие друзья, с королем Давида. Когда пришел к нему Шмуэля Нави, приходит и смотрит Давида Мелеха, и видит то, что он рыжий, у него красные волосы, и он понимает, что этот человек будет проливать кровь. Он будет проливать кровь. Он будет королем, он избранный от Творца. Он будет... Да? Он направился в правильное направление. Но то, проливать кровь, это не может поменять. Это невозможно поменять. По его путям. По путям, которые заключены, которые закатированы у него. Что есть в него? В рождении человека, каждого ребенка, в него есть определенные стремления, определенные вещи, которые нужно именно проявить в этом мире. Но как направить этих вещей на самом деле? правильное направление. Правильное направление посмотреть, зайти внутрь глубины, в глубине именно разума и души ребенка, и посмотреть, о, 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 я нашел именно вот эту вещь, вот это сейчас уже направить в правильное направление. Очень часто мы находим такой момент, что, о, мой сын, еще ребенок не родился, он будет математикой заниматься, он будет профессором математики, он будет спортсменом, он будет пианистом. Ну подожди, ты даже не знаешь, у него есть есть стремление к этому. Мы даже не знаем, что у него есть. И очень часто мы знаем, почему мы это хотим, потому что у нас этого не было, мы хотим, чтобы наши дети это делали. Но мы даже не понимаем, что есть ли вообще у ребенка эти силы. Но мы, будучи верующие люди, люди, которые верим в то, что есть творец в этом мире, и он создал каждую душу, и в него есть определенная задача и потенциал, который есть в него. Когда мы посмотрим с этой стороны, мы понимаем то, что в него есть что-то, которое я хочу вытаскивать. И это вытаскивает силу направить в правильное направление. Я хочу к этому привести пример, который со мной произошло. Реальная история, по-моему, со мной произошло месяц назад приблизительно. Ко мне пришел один молодой человек, дочь человек уже, кажется, уже в возрасте 40+. И были какие-то вопросы насчет работы, хотел именно со мной посоветоваться. Говорит, может, мне кажется, можешь как-то помочь мне, как джоп-коучинг, то, что называется, когда продвинусь куда-то, могу пойти, может быть, что-то. Что-то такое ситуация, можно разобраться именно со мной, чтобы я разобрался в себе. И он рассказывает, рассказывает мне вещи, и я был в этом работе. Он работал, окей, пожалуйста. Рассказывал, 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 рассказывал. И при его рассказе я ощущал то, что в него есть невероятно большая сила. Он мне рассказывает постоянно, ой, я работал там, 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 во всяких работах. Я ему говорю, мой дорогой, да, ты работал, но мне кажется, в тебя заложена невероятно большая сила. Невероятно большая вещь, которая общая знаменация всех историй, которые ты мне рассказываешь. В тебе из детства было видно то, что ты мне только рассказал. Я тебе не знаю с детства ничего. Это то, что ты говоришь, я вижу один общий знаменатель, что в тебя лежит вот этот невероятно большая сила. И он услышал эту вещь, у него был в удивлении. Говорит, ну что, что? Говорит, да, это мне кажется, ты мне рассказывал, я работал там, это вещи, которые абсолютно не связаны друг с другом. Я работал на кучу разных у меня работ, но это не вопрос в работе, где ты работал, я ему говорю. Я ему говорю, какая сила тебя двигала? Что тебе на самом деле давал пуш? Что тебе на самом деле дает движение туда? Это вот эта сила. И потом мне говорят следующие вещи. Говорит, Моша, к сожалению, я должен тебе сказать, что с детства мне так воспитали, он говорит, то, что, извините, я ему сказал еще то, что иди возьми эту силу и делай из этого все то, что в тебе заложено, все то, что твой потенциал, делаешь какую-то работу из себя. Иди по-своему, все то, что тебе дает насаждение, это то, что ты есть, иди с этого делай работу. И после этого мне говорит мне следующая вещь. Говорит, у меня никогда не была такой вещь с детства, что я делал вещь, которая мне хочется или мне подходит. Я все время делал все то, что было необходимо. Все было необходимо. Мне не было выбора, никто не спрашивал. Мне отправили жители туда, мне нужно было это делать, это туда. А мне никогда никто не смотрел, ты первый человек, который ты мне говоришь, вещь то, что во мне есть что-то, который в принципе проявился там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. И мамаша говорит, да ты прав. Но я не знаю, как мне быть сейчас этим, что я должен делать все то, что во мне есть и проявить свой потенциал. Это был большой урок для меня. Уровен урок мне кажется, это тоже большой урок для нас. Понять то, что это невероятные вещи, наши дети это подарок от Творца. И в них есть невероятно большие силы, которые мы должны направить именно в правильное направление. Правильное направление. Правильное направление. Возьмем просто следующий пример. Ребенок, который упрямый. Казалось бы, что негативная именно сила. Негативная сила. Но мы знаем то, что когда он станет большим, и мы с Божей помощью направим ребенка, чтобы он был богобезанным евреем, то вот это качество, которое у него есть, быть упрямым, даст его силу пойти насквозь все испытания. Он сильный. Он упрямый. Он не будет поддаваться над теми маленькими вещами, которые его друзья хотят его отвлечь. Он сильный в этом. этот вещь даст ему большой успех именно во всех вещах. Просто сейчас пример. У него есть заложен потенциал к своей работе или своему желанию, своему определенному вещам. И эти вещи, если направят правильное направление, с Божьей помощью выйдет все абсолютно правильно. Но глубине, глубине, дорогие друзья, что мы хотим end of the day воспитать? Кого мы хотим и в кого мы хотим на самом деле воспитать? Дорогие друзья, ханох на ар ар пи дар ко воспитать ребенка по своим иным путям. Мы хотим вытаскивать тот именно частичка души, которая в него лежит, частичка души Творца, который в него лежит и проявить это наяву. Чтобы он был хорошим богобаязным евреем. что Бог был связан с тем, что он есть по-настоящему. В каждого ребенка есть частичка Ашема, у каждого еврея есть частичка Ашема, который желает делать желание Творца. И вот это желание проявить и вытаскивать правильным образом с теплотой в правильными мерками и все, чтобы он был совершенным самостоятельным человеком. Так как наши мудрецы говорят, первая мечта Прикавод как говорится, как выражается гемиду талмидим харбе поставьте много учеников. Что это значит поставьте гемиду талмидим харбе? Поставьте, куда поставить их? Поставьте на ноги, чтобы ученики или же дети наши, чтобы их так воспитать, чтобы они были самостоятельными, чтобы их настолько воспитать, чтобы они все сложности, которые у них будут именно в жизни, чтобы они могли легче пережить, чтобы они могли легче именно перейти это все, чтобы они могли быть самостоятельными в богослужении, самостоятельно сам собой, быть уверены и быть сильными, хорошим сильным на фундаменте. Проявить, вытаскивать именно вот это, с любовью, это как говорится attribute яд именно правая сторона приближает человека, лево это двигает. Любовь, любовь, любовь — чуть-чуть строгость. Любовь, любовь — чуть-чуть строгость. Когда мы таким образом мы делаем любовью и чуть-чуть строгости выходит это настоящим на хорошие вещи которые с него но мы должны искать в него быть этих большими на вещи и верить то что в него заложено мы даже не представляем и не может даже именно знать кто стоит перед нами иногда иногда как часто было у нас когда мы были я не такой старик чтобы сказать но но я верю то что были люди которые 20 30 лет назад видели маленького парня и думали из него что он может выйти простой парень этот парень через 20 30 лет он может стать невероятно большим цатиком невероятно большим праведником этот человек может прийти к чуве и перевернуть мир и этот человек может стать мультимиллионером и и делать из чего ты делал добрые дела которыми даже не может себя представить мы не знаем что заложено в ребенке мы не знаем но вот это все то что заложено в него и точно сам задача засмотреться задуматься куда тянет его желание куда идет на самом деле вы желание когда мы находим этих вещей постараться именно витаскивать этих вещей постараться направить по его же путям по его же именно путь а когда мы постараемся под из-за этого мы говорим все это индивидуально это не было аврама вина то что поставил, ох, было такое воспитание, все, было воспитание Ицхаку. Ишмай, хороший вопрос. Ицхак, по отношению Якова войну, это вам не сказали, почему. Якова войну не смотрел на все, он все абсолютно делал, чтобы даже маленький пипочек, в котором было что-то не так, он все время направлял им на правильное направление, чтобы они все пошли по правильным путям. Из-за этого что мы выходим? Мы не дрессируем, мы не хотим на самом деле, о, делай так, делай так, делай так. Нет, мы хотим вытаскивать из них что-то намного больше, вытаскивать их потенциал, их частичка души, которая в них есть, и направить это все хорошим, здоровым образом в правильное направление, правильное направление. И это тоже может быть место, чтобы сказать, к сожалению, когда я подгадаю эти шуры и вспомню то, что настолько наш мир, где мы живем, настолько это все абсолютно перевернуто, чем этот. Когда наш мир, как бы, оно построено, оставь в себе все твои желания, все твои цирроролы, все твои страсти, которые есть, все проявляй. Проявляй, нет никаких абсолютно границ. Нет абсолютно никаких границ. Делай, только чтобы ты не вредил никому. Это тот, а шкаф – это тот мировоззрение, которое, в принципе, мы живем как бы в этих странах, в этом мире в наше время, именно так идет, к сожалению. Это не воспитание. Это не воспитание. Только чтобы ты не вредил меня. Это мой эгоизм. Ты делай все то, что ты хочешь. Но мы говорим, нет, это не воспитание. Воспитать каждого индивидуума, чтобы он провел свой настоящий потенциал, свой настоящий я по правильным путям направить его, а не заставить его, чтобы он делал все то, что на самом деле он хочет и он желает. Как же мы хотим этого делать, дорогие друзья? Как? Как мы должны на самом деле этого делать? Как мы знаем, наша Тора – это путеводитель нашей жизни. Если мы хотим что-то понять, если мы хотим что-то научиться, можем открывать всю нашу жизнь, все то, что абсурдно там есть. Об этом уже Давид Амелех Король Давид уже говорил, сурмера ве асетов. Уходи от плохого, уходи от зла и делай доброту. Он мне говорил, делай доброту и потом ты насладишься, когда ты будешь тридцать лет, тридцать пять, ты насладишься от этого зла, потом ты очнешься, может быть ты очнешься и тогда ты придешь этому. К сожалению, слышали мы такие выражения? Пока ты молодой, делай, дай свои церкви на самом деле это делать. Есть определенные вещи, которые когда в молодости ребенок должен пойти играться и так далее, и так далее. Я об этом не говорю. В этом мы должны детям давать полностью все то, что им необходимо. Если им нужно играться, пусть играются в футбол, это все то, что есть. Но правильное направление, что даже там они осознали, что есть Творец, чтобы они знали, что после этого приходят уроки, что есть определенные возрасты, которые необходимо провести свои возрасты в разумном и кошерном образе. Но я говорю о именно запрещенных и плохих именно вещах. Так это было на самом деле, к сожалению, но это не правда, дорогие друзья. Сколько людей упали в этом, и сколько мы знаем, что они не стали на ноги. То равно вечное, то Ранес никогда, никогда, никогда ни один пимпичка нас не обманывал. Творец говорил, вы другой, уходи от зла. Уходи от зла и делай доброту. Это самое лучшее воспитание, которое мы можем давать своим детям. И конечно же для каждого человека это. Но давайте посмотрим глубину этих слов. Что-то значит «сурмера версетов» «Уходи от зла и делай доброту». Как мы знаем, на сторе у нас есть 613 заповедей. Из этих 613 заповедей, значит мудрецы говорят, что это не просто так, что у нас здесь 613 заповедей. 613 заповеди, дорогие друзья, они связаны с 613 разными частичками тела человека. Каждый из этих заповедей связан тем или иным образом с одним из частичек тела. И так и говорится, что у человека есть 248 органов частички тела и есть 365 сухожилий. И точно такое же число у нас есть 248 позитивных заповедей. Так как у нас есть частички нашего тела и точно так же у нас есть 365 запрещенных вещей Торы. Не кушай ни кошерный, мясо с молоком не мешай, не убивай, не развратничай, не кради и так далее и так далее. Не-не-не-не-не. Значит, Тора это есть баланс, что «сурмера, дел, не делай зло, версетов и делай доброту». Если этого животного, они ему говорят, что «не делай, не делай определенные вещи, туда иди, туда не ходи, не ходи». Именно что происходит, трассируют его, трассировать «не-не-не-не-не-не-не-не». Зло отсюда ушло, зло отсюда не ушло. Но он тоже не стал хорошим человеком, он был хорошим животным, он не может быть хорошим. Ребенка, Алла-Никишна, если возьмем, если мы будем постоянно его делать «не-не-не-не-не-не-не-не». То же самое, как человек может сказать «я не убиваю, не краду, я не изменяю свою жену» и так далее. Я хороший человек. Ты не вредный человек еще. Это не за что хороший человек. Быть хорошим человеком, ты должен заслуживать быть хорошим человеком. Ты должен еще проявить и делать хорошее деяние. Сур-Мера, то, что ты делал, это только Сур-Мера, отошел от зла. Ты не изменяешь, ты не развратничаешь, ты не убиваешь, ты не крадешь. Ты ушел от зла, да-да-да-да, это хорошо. Но это еще не факт, что ты хороший человек. Воспитание детей и еврейский подход ко всему этому, как мы хотим на самом деле воспитать. Сур-Мера. Дорогие друзья, что такое Сур-Мера, уходи от зла? Давайте посмотрим, сухожилие. Что такое сухожилие? Почему эта палец не может прийти сюда? Почему? Что его мешает? Сухожилие. Сухожилие, что это такое? Это тормоза. Другими словами, это тормоз для того, чтобы вещи не происходили вредным образом. И Зитора нам сказал, что шаббат, не делай определенные вещи, мясо с молоком не мешай. Это тормоза. Тормоза. И это то, что дает нам... Что? Это то, что дает нам Сур-Мера уходить именно от зла. И этим образом мы сейчас посмотрим практически, как это именно реально в жизни, насколько это именно здорово построено для нас, для всего. То, что это то, что дает в нас воспитание, то, что не все на самом деле дозволено. Возможности сказать стоп в своей жизни. И это одни из вещей, которые я вижу, и мне не нужно вам рассказывать, и все прекрасно понимаем, люди, которые уже возрастают, тем более у нас, когда есть дети. Один из самых больших испытаний всех наших родителей, всех нас будущим родителям. Поколение, которое мы, родители, не можем сказать своим детям нет. Поколение, где родители боятся сказать своим детям нет. Поколение, где дети не в состоянии отказать себе от чего-то. Это больно слышать. Я знаю, я сам вижу, я много детей воспитываю, обучаю, и я вижу это постоянно. Я вижу это постоянно. Это большое испытание наше. Но давайте посмотрим, настолько здорово и настолько красиво это воспитание Торы, как воспитывать на самом деле нас. Ребенок покушал сейчас мясо. Он уже возраст, скажем, 9, 10, 11 лет, когда уже по лахе даже ему необходимо покушать. Ему необходимо, чтобы соблюдать для него 6 часов после мяса, чтобы не кушал. Вначале мы должны постараться 1 час, потом 2 часа добавить, добавить, но столько он понимает. Чем больше он понимает, чем больше мы должны этого делать. Ребенок сейчас захотел мороженое. Идем в магазин, мы хотим, он хочет говорить мороженое, мама, я хочу мороженое. Идем покупать мороженое. Идем мороженое, смотрим, все молочные. Кошерные, все кошерные, но молочные. Все молочные, нету ни одного парвенного мороженого. Мороженое. Нету. Ребенок говорит, ребенок, извини, нету парвенного мороженого. Мама, я хочу. Извини, но нельзя. Мама, я хочу, если ты мне не дашь, я сейчас буду плакать прямо здесь в магазине. Можешь плакать? Нету никакой проблемы. Мама, я тебе не буду покупать. Папа, мама, мы, естественно, не будем тебе покупать. Нету никакого слова. Ребенок может устраивать истерику, может плакать прямо в середине магазина и ничего. Но папа или мама или родители вместе стоят как железо и не ломаются. Ребенок встает после этого и успокоится, он же не будет вечно здесь быть. И что понимает? То, что слава родителей, нет, это значит нет. Значит, я хотел сейчас мороженое, и мой плач, во-первых, ничего не поменял. И иногда я могу или я должен сказать себе нет. Мы уже воспитали в ребенке чувство тормозов. Есть тормоз в этой жизни. Не все дозволено в этом мире. И мы думаем, что когда ему сейчас 9-10 лет, это мы сейчас только сказали ему. Дорогие друзья, это проявиться через 10, 20, 30, 40, 50 лет. То, что мы в него сейчас вложили семя, которое вышло невероятно больше дерева на веки веков. Маленький вещь, который у него сейчас тормоз. И что сейчас он встанет, он скажет, что, о, мама, завтра ты же мне купишь? Не-не-не. Если ты будешь заслуживать, ты будешь получать. То, что так же ребенок в сегодняшний день все время, да, требует, 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 требует. Если он не заслуживает, нечего отдавать. Если ты не заслуживаешь, нечего тебе отдавать. Заслужить, чтобы тебе что-то получать. Не все здесь саморазумеется. Не все разумеется, а родители дают, 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 дают мне. А потом удивляемся, мы родители, почему же дети такие? Нужно остановить это все. И дети, они хотят увидеть, что мы родители сильнее. Сильнее, что за них стоит опора. Тора, ихнее слово, это слово. Ихнее слово, это слово. Смотрите, насколько красиво Тора тебе сказал, не кушай после этого. И что это воспитал нас? Воспитал нас тормоза. Народ и мудрость, дорогие друзья, который ни один народ в этом мире столько не пережил и до сегодняшнего дня живет в этом мире так, как мы. Это то воспитание, которое дает нам Тора. Сурмера обучает своему ребенку тормозов. Как? Через эти заповеди. Потому что если ты все время дашь, да, 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 ничего не выйдет. Будет потом, сами дети будут страдать от этого. Ты будешь ненавидеть, в конце концов, не дай Бог, потому что он пойдет не по правильным путям. Нам необходимо это дать. Тебе что, постоянно не дай Бог? Не-не-не-не-не-не, нет. Любовь намного-намного больше. 90-95% любовь должен прийти от нас. Мы должны быть вулканом любви для детей. Мы должны быть вулканом отдавания позитива, хорошего настроения, любви к торе, иудаизму, к заповедям. Если ребенок делает доброе дело, хвалить за это. Ты хвалишь ребенка, потому что он сейчас одел себе кучу пиджак и Prada туфли. Ты крутой. Это то, что мы скажем ребенку? Или мы скажем, он уважал сейчас маму с папой. Папа пришел, дадим ему чашку воды. Кулакавод. Молодец. Как сейчас, Ашем, радуется наверху моя дочка. Как сейчас, Ашем, радуется моя внучка, что ты сейчас делал такое уважение родителей. Вместе пошли в синаголу. Ребенок именно помолился. Устал Шахрис, сказал Шма-Исраэль. Ребенку рассказать о Творцах, о Митсвот, о Торе, с любовью, с насаждением, что ребенок получал это все с любовью. Но необходимый момент. Необходимо нам поставить, как в это дерево, которое растет, а не туда, поставить его в правильное направление. Мы видим ребенку, где идет что-то не так, сразу же, о-о-о, тормоза. Это то, что говорили наши мудрецы. Бехонадвенад, так говорит Аравиль Нагойну, приводит, нидруткатан, даже маличайшаяся вещь, в которой мы видим что-то не так, все время родители думают о детях, что с ним сейчас происходит. Великая работа. Великая работа. Но постоянно думать об этом, что сейчас ребенок, где он сейчас идет. Мы замечаем что-то, а, пропускать это. Не-не-не. Ничего нельзя, дорогие друзья, пропускать. Думать вместе с женой, с мужем, что мы можем, сейчас что-то не так произошло, мы должны что-то делать. Куда-то направить, куда-то поставить вот эту балку, чтобы дерево криво не вышло. Но с этим же, дорогие друзья, необходимо осетов. Делай доброту, говорит нам Давид Амелех. Делай доброту, только уходить от зла недостаточно. Делай митцвот. Что это значит, дорогие друзья, когда мы говорим, делай митцвот? Вы знаете, что это значит, когда мы говорим, делай митцвот? Это зло, которое есть в ребенке, в него, и в заложено, и в него эта балата, где-то в темном комнате, где он лежит. Мы говорили, то что если будем дрессовать, будем дрессированы, то что выйдет, то в конце концов, это все выплюется, когда мы хотим, когда мы не будем там рядом, когда они будут уже в наших руках. Дорогие друзья, осетов, это значит то, что ребенок научивается соединяться со своей душой, делать доброту в этом мире, делать добрые дела, и он уже возит свой же мотор, свой же потенциал, свой же то, то, что он есть, в правильные направления. В правильные направления, и этим становится настоящий, идеальный, прекрасный, самостоятельный человек. Ребенок, который стоит на своих руках, это не просто ребенок, который не знает, что он делает именно правильные направления, правильные действия, он направляет все. Свои силы направляет правильные, и тогда мы можем засмотреться. Ребенок получает невероятно больше наслаждения от хеседа. Иди, делай, 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 делай. Делай. Есть человек, который, он может ухаживать за раввином, просто как быть под его ногой. Могут все это? Нет. Тебе дал, а шем это, делай, этот вещь. Тебе есть невероятно большая любовь к людям, что ты можешь очень им помочь. Ты прояви сначала, проявляй это в ребенке. Давать это. И это тоже связывает нам следующим моментом, который, к сожалению, тоже мы сегодняшнее поколение чрезмерно страдает, особенно подростки. Мы, к сожалению, боимся отдавать нашим детям задачи. Задачи. Ой-ой-ой, не дай бог там. газ даже, плиту даже не выключай, не дай бог, чтобы там что-то не сгорело. Не дай бог там даже, даже часы хочешь поставить на стенки. Не, 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 я сам буду все делать. Не дай бог, чтобы даже маленький ветерочек не подул. Дорогие друзья, мы должны для них же дать доверие им. Дать доверие им, что они могут. Опять так, если мы только что все это поняли, это настолько красиво, это все. Они могут и они должны этого делать. Не потому что ты должен, потому что ты ребенок, молодец. Не, не, не. Для них же воспитание. Воспитать что? То, что то, что в него есть, что это проявилось в правильном направлении. и это самый большой ключ, большой болезни нашего поколения. Это шиамум. Это безделье, когда ребенка сейчас нету, нету, человек сидит, корона, в дом, туда-сюда, и компьютер, 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 все. Мир больше не существует, кроме компьютера. задачи, дорогие друзья. Посмотрим, как наше поколение, подумаем, сколько были вообще другие люди, мы другими, абсолютно время и другая вообще реальность. И насколько в многих вещах на самом деле воспитание было очень, очень, очень другое. Ребенок маленький, 13-14 лет ребенок, папа уходил перекусить дома, ребенок стоял возле лапочки и считал деньги, и мог продавцами общаться, и мог вести себе весь магазин. Нужно было родителям что-то дома делать, кто был? Папа или ребенок, которым 10 лет. Да, все делает, все делает. Нужно травами накрепить? Да, делает трава. Нужно было пойти, идем за покупками. Не бояться дать доверие детям. Дать именно это доверие, ребенок сам желает этого. Сам необходимость есть в него, чтобы проявить его Я. Леханех. Проявить, проявить, проявить эту добрую именно сторону, хорошую именно сторону, хорошую именно сторону, которая есть в ребенке. И до 50 мая, конечно же, пик этого всего, все то, что мы сказали, только, конечно же, с помощью Бога и через молитвы, дорогие друзья. Молитвы, молитвы, молитвы наших детей. Нужно нам наше поколение невероятно большим свято дешмайя. Большой, большой свято дешмайя. Большим на помощь на Аташема. Большим на помощь на Аташема. И наши старания, то, что мы можем, и наши молитвы, надежда только есть, что дай Бог, чтобы это все прошло именно правильным образом. Этим образом, с помощью камки аскин, даже когда он постареет, он идиот от твоего воспитания. Потому что ты человека совершенствовал сейчас. Он уже человек, он уже самостоятельный. Ты не воспитываешь быть хорошим ребенком. Не, не, я хочу вытаскивать из тебя все то, что внутри тебя есть. И когда... Я дам вам просто пример. Просто пример. Один из моих учеников он чрезмерно стедливый. Стедливый ребенок. Стедливый ребенок. Я ему постоянно говорил, иди, пожалуйста, возле бими, помолись. Он настолько вы стедливый, он говорит, может, я не могу, если будет 10-20 человек, я вас смогу. Но когда есть много людей, я боюсь этого. Ты можешь этого, тебе нужно это, тебе нужно выйти из себя. Один раз я прихожу, и я несколько раз ему повторял. Один раз выхожу, без всяких ребенок сидит молится перед Амудом. Очень громко. Ой, извините, очень, очень, это, тихо. Мы такие, вау, молодец, что ты стал. Постоянно давал ему, постоянно проходил маму, давка возле меня, он проходил после того, как он заканчивал, чтобы в руку пожал, что ему дал этот, мамаш, молодец, колоковод, просто супер у тебя получился. Даже если было не так, неважно, ребенку с хорошим на чувство. И в него это настолько, вау, он настолько поднялся с этого, настолько сильно поднялся, дорогие друзья, этот парень никому не дает больше хазанить синагоги. Честно говорю, я прихожу, он первый сидит там, стоит уже до молитвы и ждет он будет сейчас хазанить. Громко, красиво, с хорошим выражением, четко, ясно. Месяцами тому назад, даже полгода тому назад спросили людей, ты подумал бы, что ты можешь такую вещь делать? Нет, что я хазанить перед людьми, как я могу? А, ты можешь, ты видишь? ты видишь, что ты можешь? Ты видишь, что в тебя заложено такое красивое молитва, такое выражение, такое все, и штабахшама, смотри, верить, что ребенок может это. Да, верить ребенка, верить, что он да, в состоянии делать вещи. Он да, в состоянии, когда ребенок почувствует, а, мне доверяют, даже если он ошибся один раз, даже если он ошибся, неважно, пошел ребенок за покупками, потерял деньги. Писай, лонера, в следующий раз будь осторожным, будь осторожным, мне важно, фэлла, ошибки бывают у всех, но я тебе доверяю, у тебя есть полное доверие, у тебя есть доверие, у тебя есть дом, ты должен следить за этим, и ты уже взрослый, и мы тебе даем все абсолютно, что ты должен это делать. и когда даешь это силы ребенка, да, ты можешь этого делать, да, в тебе есть, и особенно, когда есть это, между заповедями, давать ребенку это возможности, давать, иди, ты можешь, мы тебе даем силы, мы тебе даем доверие, давай, 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 Ай, извините, кто-то позвонил, отключился. Когда мы даем это доверие, дорогие друзья, проявляются невероятно большие фрукты в наших детях. Проявляются невероятно большие фрукты, которые в них есть. Но верить в то, что в них лежит гигантский потенциал. Гигантская божественность, которая в них есть. Но в конце концов, в кого мы хотим воспитывать детей? Мы не хотим просто воспитывать кого-то. Дорогие друзья, мы хотим воспитывать Евдей Ашем. Мы хотим воспитывать богобоязненных людей. Богобоязненных людей, которые хотят, будут в будущее настоящими евреями. Что так будет в настоящем евреем? Настоящее евреем, когда ребенок и каждый человек хотят по Пустьям Ашема. По Путям Творца. Избранный народ, когда в чем? Когда ты идешь по моим путям, говорит Творец. Это то, что мы хотим воспитывать в наших детей. Это то, что наше желание. Это желание Творца. Это и есть настоящее воспитание. И мы замечаем, я вам показал. И подумайте сами, что помогает нам. Даже самые заповеди уже помогают нам воспитать правильно на наших детей. С тем, что шаббат. Просто подумаем на секунду. Прелесть и красоту шаббатного стола. Просто подумаем на одну секунду. Только ради этого стоит соблюдать шаббат. Поверьте мне. Шаббатный стол. Как выглядит. И смотрим, сколько обучательных вещей ребенок уже с детства знает. Папа делает кидуши. Все молчат. Что это значит, что все молчат? Значит, пирамида дома. Это отец. Когда отец говорит, никто против. Ему не говорит ничего. Говорит папа. Молчат все. Есть, значит, иерархия дома. После этого каждый ждет, что получает маленькое вино. После этого благословляет папа. Значит, у папы и мама. Мама, у папы, у них есть сила благословения. Что это значит? Мы, их дети, они выше, чем мы. Уже начинается определенное уважение. И опять-таки, вот это идея, то что мы сказали. Идем, помоем руки. Делаем эмоции. Кто получает первый хлеб? Отец. Следующий кто? Мама. Даже ты сидишь возле него. И ты очень сильно голодный. Не важно. Ни один ребенок, ни один гость не получает дом мамы. Мама, следующее, уважение к маме. Бабушка, дедушка сидят. Бабушка, дедушка, следующий. Потом кто идет? Самая старшая сестра. Самый старший брат. Идем по очередности. Значит, маленький понимает, что есть у нас старшая сестра. У нас есть старший брат. Есть иерархия. Есть уважение за столом. И что мы, сразу же беремся за этим? Нет, есть время, кидуш, потом хлеб, потом идет рыба, потом меняем тарелки, потом мясо приходит. Не все одним махом все. Есть культура, как это все происходит. Есть красота, как это все происходит. Ребенок, сразу же, посмотрите, есть определенные границы. Мама, почему они все вместе, мясо с этим, давай поставь все. Нет, 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 ребенок. Из рыбы, после нельзя вместе кушать, отдельно и так далее. Ко всему есть свое время. Шаббат, подумаем, настолько ребенка, это необходимо знать, что есть стол. Настолько в наше поколение, когда мы живем поколением на телефонов, да, я уже не зашел сейчас в этом, в этом все именно темы. Но один день, творитель говорит, отдохни от всего, отдыхай. Все, просто не из никаких всех этих вещей. Ребенок понимает уже, ко всему есть свое время. Ко всему есть время, и я могу уже остановить себя. Я могу остановить себя. Я хочу выпить чай, я не могу сразу же где-то горячую воду, поставить в кофе и все. Нет, первую чашку, перелись вторую чашку и так далее. А логически делать правильно. Есть брензи, есть тормоза ко всему, есть правила ко всему. И подумаем, настолько это все красиво, дорогие друзья. И это то, что дает нам автоматом воспитания. Автоматом воспитания, приводяя сам именно эти законы и приводяя то, что мы сказали. Наше воспитание с нашей стороны, чтобы найти эти великие именно сил, великий потенциал и проявить это с Божьей помощью именно в детях. 50 мая, с Божьей помощью, чтобы все удостоились, хорошее воспитание наших детей. Много еврейского нахаса без раташем, еврейского нашестия, 50 мая. Чтобы поймать Творец дал много-много силы, много возможностей, много спокойствия, много понимания, много мудростей, чтобы увидеть всегда, что необходимо, каждый из минуты, из секунды, из часа, из дней, из недели, месяц, годов, вести себя как и образом нашими детьми. Чтобы мы, как родители, создавали им все необходимости, чтобы они выросли здоровыми, психологически, чтобы они выросли большими в душе, морально, ментально, чтобы они были сильными именно людьми. И 50 мая, чтобы удостоились, чтобы все пошли по путям Творца, без раташем. Чтобы наши дети, у них была самая большая вещь, которую мы должны им... Один из вещей это, что мы должны уважение друг к другу, уважение родителям. Когда это будет, тоже есть иерархия, и тоже есть уважение к словам, то, что говорит, говорит именно родитель. Когда есть уважение к родителям друг к другу, тоже есть дети, тоже уважают. А, папа, уважай слово мамы, маму, уважай слово папы. Не перебивай, когда есть друг друга и так далее. Эта тема очень большая, очень большая, но затронули, на самом деле, чуть-чуть в нашей молитве. И просьба будет к Творцу, чтобы с Раташем Творец был достоинно нас всех. Селать хороших инух и увидеть хороших еврейских детей. Се, Се, едыши нахазам. Амен, кемирится.